Как русские руны выглядят на тонком плане? Вопрос к Григорию. Очень сложные матрицы, которые гармонизируют человека изнутри. Есть разные уровни матриц. Есть матриц, интерес вообще славянской письменности, его многоуровенности. Китайцы скопировали, взяли у нас нашу письменность и как бы считают ее своей. Но у них трактовка. И суть их каллиграфии – это глубокая трактовка символов. Но даже при умении некоторых людей их трактовать, они трактуют только поверхностность, то есть многоуровенность. Представьте, как у вещества есть много разных сторон. Например, кусочек золота может быть и монетой, и золотом, может быть и украшением, может быть и биоэнергетическим объектом, проводящим энергии. То есть есть много разных срезов. Один символ, например, в жилическом письме, может быть по плотности равен библиотеке. Но считать это обычный человек не может. То есть тот, у кого развиты определенные уровни сознания, у кого развиты тонкие тела, может эту информацию считывать. Соответственно, в книжке написано такими символами, можно считать информацию практически про всю нашу вселенную и про все законы. То есть то, что вы не запишите даже в компьютер с помощью компьютерных кодов, которые очень сильно экономят место. Чем интересны славянские многие коды, что они отражают саму суть. То есть в них нет формы украшения, у них есть формы считывания сути структуры Вселенной. И за каждым символом стоит определенный глубокий смысл. Есть символы, которые пишутся отдельно, есть символы, которые пишутся совместно. И это, знаете, как один символ, какое-то простое понимание какого-то среза мироздания. Когда собираются вместе 10-15 символов, они создают некий общий символ. И глубина этого символа, она там числом, скажем так, 10 в 20 степени. То есть есть глубина информационная до этого уровня. Ее можно считать. Сам по себе маленький символ, он этого не дает. Сам по себе 10 отдельных символов этого не дадут. Чем человек становится тоньше, чем более глубокая и интересная информация она несется в тех вещах, которые он использует. Нечто подобное есть в кристаллах. Как только вы обретаете определенную чувствительность, вы начнете видеть, что за кристаллом стоит еще нечто. Например, металл – это проводник определенной частоты. Есть в пространстве энергия. И металлы вычленяют, скажем так, из этой энергии определенную частоту и пропускают через себя ее. А камни, они способны генерировать определенную энергию, и спектр обычно у них больше. У тебя есть в космосе уникальные металлы. Про это мы сейчас пока говорить не будем. Например, в минералах есть определенная матрица. Если так говорить про славянскую символику, то в них есть такие же определенные матрицы. Они достаточно красивые, интересные, но вы их будете видеть не глазами, вы будете их видеть как бы не чувствами. Это некий механизм тонкий. Когда вы дорастаете, вы начинаете его считывать. Чем они интересны по своей сути, что считывая эти символы, можно найти ответы практически на все вопросы. То есть вы можете с собой носить, предположим, книжку, в которой есть ответы на все вопросы. Но для того, чтобы те ответы иметь, надо научиться считывать достаточную глубину этих символов. Ни в какой большей письменности никакого народа, этого эффекта нет. Вот китайцы пытаются копировать. Был очень интересный фильм про то, как пятеро мастеров боевых искусств пытались убить императора. И в конечных сценах император написал какой-то символ, начал его считывать. Очень красивый фильм, который как бы подчеркивает глубину китайской культуры. Но для человека видящего, это подчеркивает только самую-самую поверхность. Знаете, это вы копнули землю. Чуть-чуть по поверхности ходите, копнули лопаткой, о, там чернозем, а там дальше еще километры. И там еще бог знает, что есть. То есть вы копнули, вот это то, что расшифровывают китайцы, это на полштыка лопаты. Это выдается как за высочайшую мудрость. Ну да, в общем-то, это вещи, скажем, глубокие, но вот это вот на полштыка лопаты. Про это говорить можно очень долго. Символика, символика, она бывает разная. То есть у каждого члена сообщества, например, в видизме, были свои символы, которые давали ему тот срез, который необходим для его деятельности. Когда человек утончался, он переходил в более тонкую варну, касту, где имел возможность считывать еще более глубокие символы. В общем-то, это и была грамотность. В зенесках, например, традиции, где все упрощено до максимума, там, например, вместо каких-то символов, например, рисуются картинки и создаются образы. Но учат их очень глубоко считывать, то есть считывать саму суть через восприятие этого образа. По обширности, по глубине, по пониманию мельчайших деталей славяно-арийской традиции, в общем-то, она уникальна. То есть на Земле никто даже близко к этому не подошел. Я не являюсь ведистом в прямом смысле слова и, наверное, всю глубину не могу вам дать. Это вопрос к ведисту. Но вещь очень интересная, поскольку я иногда включался. У меня есть рубашка, сшитая по ведической традиции. То есть одеваешь эту рубашку и уже хочется жить по-другому. Просто потому что на тебе работают символы, имеющие достаточно глубокий уровень глубины самой по себе. Даже учитывая, что рубашку делал не Волф и не Мак в этом плане, но в общем-то сделал правильно. Уже работает этот механизм. Очень большая интересная тема. Я бы такой вопрос задал именно ведисту. Он бы, наверное, вам рассказал ту глубину, которую я не могу вам дать ввиду корректности и того, что именно я напрямую не имею контракта какого-то с ведическим эгрегором. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!